Всем привет, дорогие друзья, и с вами продолжаем с вами играть в орков, которые должны умереть три. Трижды должны умереть орки, прежде чем что-то произойдет. Короче говоря, сегодня будем опять сражаться вот с этими вот демонами, они мне, честно говоря, не зашли. Как-то я не впечатлился данными демонами, они не понравились, но ничего другого у нас не получится, потому что по компании мы должны с ними что-то сделать. У нас будет карта двормастера, что там будет, хрен его знает, сейчас пойдем посмотрим. Помимо всего прочего добавляется вот этот вот огромный вундервафляный черт, я не знаю, кто это такой. Он знал, он знал, что я узрел мощь в нелепой настойчивости орков. Он знал, но все равно скрывал от меня свои драгоценные тайны магии порталов. Он знал, он мог мне помочь, а вместо этого он искнал меня. Я был в ловушке посреди миров. Но я изменился, стал мудрее. Я научился тому, чего Сигнус боялся больше всего. Теперь я воспользуюсь этими новыми знаниями. Чтобы снова объединить орков, теперь уже я преподобожден урок. Такие дела. Амулет ярости. Непонятно, зачем мне конкретно он нужен. Пока что. Так. Для начала надо убрать что-то. Например, вот это вот настенный генератор. А вместо него взять вот этот флакон. Так, что там делает флакон? Флакон ускоряет. То есть, если после флакона еще взять вот так... А, вот, смотри, как можно делать. Но недолго. И флакон еще довольно долго перезаряжается после всего этого. Ну, то есть, на какой-то бёрст нам, в принципе, хватит. Но не более того и не более чем. И перегородить, походу, я тут хрен что смогу, да? Ну, да. Блин, карты поперли. Красиво, конечно. Говно вопрос. Ну, запихнуть-то я их сюда не могу. То есть, есть какая-то вращалка, да. Но откинуть на вращалку, я так понимаю, возможности у меня не будет. И они еще могут бежать и оттуда, отсюда, сверху, отсюда, сверху. Блин, что мне с этим делать совсем? Или все-таки... Не, ну это, блин, очень много надо. То есть, в принципе, конечно, заставить их можно. То есть, чтобы они шли только с одной стороны. Но это надо чрезмерно до хрена поставить стен. А у меня их просто столько тупо нет. Чтобы поставить их такое количество. Значит... Ну, вернее, как бы, может быть, поставить-то я их такое количество и смогу. Но мне надо... Блин. Что-то как-то тревожно немножко. Во-первых, скорее всего, придется, опять же, использовать лучников. Лучников и, наверное, баррикады, которые придется выставлять где-то и здесь, я даже не знаю. То есть, с какой-то стороны надо будет их прогонять, но, скорее всего, по центру. Ну, в общем, что-то пока, честно говоря... По учебникам. Да, пока, честно говоря, что-то нихрена не ясно, как мы будем... Как выводим и что мы будем с этим делать. Ну, давай поставим энное количество лучниц, которые нам хотя бы немножечко, ну-таки, смогут помочь. Это первый момент. Второй момент... Надо, наверное, прокачать вот эти баррикады. Чтобы они все-таки занимали две клетки. Так, второй момент мы сделаем вот так. Потом мне надо будет денег, чтобы сделать с другой стороны, и тогда у нас останется вот этот центр. Короче говоря, какая-то срань, по-моему... Ну же, за дело! По-моему, сейчас у нас будут проблемы. Враг собирается прорваться через одни из ворот! Да я вижу, пусть... Они ринулись через ворота! Пусть собирается. Вот они! Малый огненный демон. Ну... Я думаю, что мы не осилим. Ну да, вряд ли мы что-то осилим. Слишком их до хрена. А у нас проблема с... Да, проблема с нанесением. Не, это вообще не то. Это вообще не то. Только вопрос, только что то. У нас осталось лишь половина очков, парт! Нет, нет, нет. Это прям сразу нет. Это прям сразу нет. Нет, заморозить их, конечно, можно. Это понятное дело. Можно их приморозить. Выяснили кое-что о стариках? Есть. Разбили огромную армию? Есть! Вот так-то! Ага, мы просто супер! Сойдет пока. Но нам все еще нужно выяснить, что вызывают эти красные порталы. Попробую догадаться. Красные! Сначала придется перебить еще орков. Эти красные порталы. Так, вопрос знаете в чем? Я хочу вот это вот закрыть. То есть мне надо как-то, чтобы они пошли с одного направления. Потому что с многих направлений у меня просто не получится их остановить. Одно направление такое ощущение, что это вот этот вот центр. Потому что он очень здоровый. Сейчас они пойдут вот отсюда. Ладно, давайте. Вот они сейчас хорошо. Они идут отсюда. Я хочу сделать, чтобы они здесь вообще не шли. Так, тогда они пойдут вот отсюда. Ладно, центр у нас пока, допустим, не трогаем его. Хрен с ним, с центром. А, подожди секундочку. А они с центра-то туда попасть-то и не смогут. То есть перекрыть центр я не... У меня в любом случае будет две точки нападения. Чего бы я там не хотел, то у меня все равно будет две точки нападения. Ну, максимум, да, мы вот от той избавимся. Но по центру они один хрен будут сходить. И я ничего с этим не сделаю. Это очень плохо. Тут самое место. Да, это очень плохо. Что я ничего с этим не сделаю. Заставить их как-то здесь бегать, ну, наверное, может быть, я и смогу. Ну, блин, мне надо тогда стенами будет... Что-то как-то у нас... Ладно. Давай тогда пока так. Какие-то миссии пошли такие прям... Прям-прям-прям какие-то прям вообще. Прям какие-то прям. Враг собирается прорваться через одни из ворот. А они не идулись через ворота. Давай так. Слишком большое пространство внизу, которое надо дефить. Оно просто огромное. Сколько им там будет наносить? Наносит им, кстати говоря, очень прилично. А он и этот сам повелитель Искр. Ого! В книгах они гораздо страшнее. Так, кажется, теперь я знаю, как справляться с огненными тварями. Осторожно! Этот повелитель Искр после смерти распадется на мелкие и быстрые Искры. Ну, нет. Еще только этого не хватало. Значит, повелители элементарей повелитель Искр одинаковые. Совершенно. И надо их сейчас будет валить при помощи этого. Вот этого. Нихрена себе! Быстро это не то слово. Конечно, говорит, мы победили. Блин, но такую территорию... Если я закрою, они сломают. А заставить их куда-то пойти... отсюда. Отсюда. Ну, блин, это охренеть можно. Нет, если сделать, конечно, по две штуки... То есть, это получается 800, 1600... 3200, это только половина, чтобы закрыть их, куда-то отправить. Только на это у нас уйдет 3200. То есть, как мы можем догадаться, хрена у нас чуть-то такого получится. Ну и что делать с этим совсем? Спросите вы. Потом у нас будет еще с другой стороны заход. Так, потом будет еще с другой стороны. Ладно, допустим... Пока они по одной стороне... Это их удивит. Пока они идут по одной стороне... Сделаем вот так. Попробуем максимальным образом их действительно удивить. Чтобы они прям удивились... Удивились так удивились. Так, вот они отсюда выходят, и мы такие их прям конкретно удивляем. Ну, погнали. Я готова. Враги прорываются в другом месте. Угу. Подожди, это вообще орки? Подожди, откуда здесь орки-то? Что это такое? И кобальды. Так, что-то тут... У нас и орки... И демоны. И все на свете. Так, и Огр вон идет. Не-не-не бей меня. Не бей, говорю. Теперь будет два направления. Теперь будет два направления. Но это просто огромное. Так, стоять. Ну... Слушайте, как хотите, но по всей видимости нам придется все-таки ставить лучницы, наверное, добивать ими. То есть, два направления. Значит, мы с обоих направлений сейчас перекроемся немножко. Ну, то есть, чтобы хотя бы они шли туда не с полной хп-шкой. К нам дальше. Так, сделаем вот так, сделаем вот так, сделаем вот так. Ну, а дальше, если они будут заходить вот отсюда, то тогда просто... Так, сейчас уйди отсюда. Так, уйди, говорю. Так. То есть, сделаем вот так вот для того, чтобы они, по крайней мере, могли добить оставшихся. Не знаю, как это. Что из этого получится? Потому что потом же явно еще из трех пойдет. Сторон. А, нет, туда же. Не сначала. Они отовсюду идут. Ну, отсюда вроде как первостепенно. Так, все, ладно. Эти пробили. Так, теперь пойдем с другой стороны посмотрим. Так, здесь орки. Так, допустим. Здесь у нас средний орк. Так, тебе сюда накидаем. Тебе туда накидаем. Так, тебе сюда накидаем. Ну, и сейчас у нас начнутся проблемы. Так, ну, здесь только так надо делать. Это было элементарно. Это надо примораживать. Прям брать и восстанавливать себе. Прям брать и восстанавливать себе. Так. Вот это по мне. Эээ, хорошо. Это мы отбили. Теперь они пойдут оттуда и отсюда. Оттуда и отсюда. Но они смогут пройти еще вот здесь. здесь. Блин, это будет очень дорого. Не дать им здесь пройти будет очень дорого. Хм. По учебникам. Давайте тогда попробуем сделать вот так. То есть возьмем на себя вот эту при условии, что они смогут взять на себя вот эту. Но вообще, конечно, это шито белыми нитками. Эта тактика на... Прям что-то мне не нравится эта тактика. Тактика какая-то немножко не тактика. Ладно, давайте по максимуму насолим вот здесь. Насолим вот здесь. Закайтим, ребят. Так, все, теперь валим отсюда? Или не валим? Ну, как бы валим, но не валим. Блин, их тут двое. Так, еще один повелитель Искор. Там тебе проще простого. Да? Так. Да, я тоже вижу, что они достигли комнаты с порталом. Сейчас они в него скорее всего зайдут. Они почти добрались! Ну, я делаю, что могу. Чтобы они почти не добрались. брин, так, сейчас стоять. Так, теперь с другой стороны. Ладно. Не успел это делать. Так, мне надо 800 для того, чтобы не дать им с той стороны пройти. Умри, умри, умри! Надо 800, у меня есть 600. Так, давай мы от него оббомбимся. Так, оббомбимся на него и пойдем дальше смотреть. Значит, у нас тут некий демон. 700. 10 бомбились. Так, хренач по нему. Враги у портала! Ну, что я могу сделать, если они, да, у портала действительно? Так, а демон-то что там, пролезть не может? А, смотри, они и так обходят. Даже без дополнительной этой штуки. Так, это хорошо. Я думал, там придется еще доставлять, но нет, пока не пришлось. Хм, тогда еще можно вот так сделать. Какая-то валидольная карта просто прям вообще. Да, мы как бы, в общем-то, их проучили, конечно, но карта очень валидольная. Просто валидол на валидоле. Так, давай вот сюда. Так, давай вот сюда. Значит, с этой стороны они пройти не могут. Надеюсь, что здесь они дальше тоже не пойдут. Чуть-таки странно на самом деле. Ладно, давай тогда вот сюда, например, запихнем шипы. Так, теперь они пойдут сразу по трем направлениям. И это шесть из восьми только. Я посидею. Я посидею под конец этого всего. Так, давай сначала сюда сбежаем. Так, орка этого крушим, крушим, ломаем. Так, крушим, ломаем, ломаем, крушим. Так, все, убегаем отсюда. Так, крушим, ломаем, бежим сюда. Так, здесь тоже накрушили, все, теперь бежим вниз. Ну, давайте, лучицы, не посрамите честь очижны. Так. Я буду стараться их морозить как могу. Так, это мы по идее забьем и так. По крайней мере, я надеюсь. Бах, ба-бах. Так, ладно, это мы забили. И остается у нас вот это направление только с демонами. А ну, в принципе, ладно. Допустим. Направление с демонами это я пойду сам прорежу, потому что нарисковать мы не готовы. Так, угна элементарь. с двумя искорками. Так, следующая атака. Превосходно. Замечательно. Шикарно. Да, место вообще просто. Оптимальнее некуда. Обожаю ловушки. Еще больше врагов в подходе. С тобой ловушки это за шипца. Они даже ничего не поймут. Я боюсь, что поймут. Так, что у нас? Опять с трех сторон, да? Да, опять с трех сторон. Ладно, этих покрушили. Этих условно тоже так. Давай мы сюда еще вот такую штуку поставим. Так, ну и что, мне нужен маулет, наверное, да? Враги достигли комнаты с порталом. Они входят в портал! Сволочи! Не, ну куда это? Куда это? Уму нерастяжимо просто. Так, дай-ка мы здесь замедлим их, что ли? Я даже не знаю. Блин, один в итоге гаденыш прорвался все-таки. Но это еще не последняя волна, я думаю, что он может быть и не один. Опять следующая атака. Опять следующая атака. Превосходно. То есть, типа, не дадим им опомниться. Так, давай тогда сделаем вот с этой стороны. Так, сделаем вот с этой, это еще и последняя добавка всему так. И вот так. Ну, по крайней мере, попробуем их немножко пролидить. Я не знаю, что тут получится. Надеюсь, что чего-нибудь. Пролить, конечно, на них можно было бы, но, во-первых, я не успел сориентироваться, во-вторых, непонятно, как это работает. И просто есть риск еще и на себя пролить. А на себя пролить, честно говоря, не хотелось бы. Ну, давайте, девчонки. Надеюсь, что у вас что-то получится. Так, я буду по максимуму стараться вам помогать. Но их что-то очень сильно много. ой, блин, да еще и этот. Ой, их сейчас только набежит. Они почти добрались. Ну, хотя, погоди, не набежало все-таки. Один в итоге гаденыш прорвался. Да, это 8 из 8. Да, это 8 из 8. Прорвался один гаденыш в итоге. То есть, можно было вообще на перфект отыграть. Но не удалось. Одна скадина в итоге пробежала. Ну, ладно, это не так страшно. У нас нет задачи обязательно сорвать все. Да, черепотчика мы недополучили из-за этого. Так, мне дают что-нибудь интересное новое? Похоже, что нет. А, нет, приманка. Мне дали приманку и все, да, походу? Да. Мне дали приманку. На эту приманку можно обойтить вражину, пока здесь что-то происходит. Так, а надо что-то здесь кратчать, нет? Это установить 8 застав. Так, для отлучников. Выпускает дополнительный залп стрел, либо наносит руну огнем. Допустим, хочу выпускать дополнительный залп стрел. Ну, хрен его знает, что-нибудь получится у нас из этого или нет. Пусть будет так, огромная отбрасывающая ловушка можно размещать под крышей. А у этого есть можно размещать под крышей? Морозная ловушка наносит урон огнем. Какая интересная история. Так, я хочу огромную отбрасывающую ловушку размещать под крышей. Вот такой вот я интересный человек. Но это значит, что в следующей части кампании у нас будет опять же этот самый. А нет, подожди. То есть, я деньги потратил вообще хрен пойми на что. То есть, у нас сточные воды с каким-то вирвольфом непонятным. А я думал, что это будет замес, в котором мы будем это применять. Но, видимо, нет. Ну, ладно. В следующей серии тогда отправимся в сточные воды. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленить что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.